Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Артём Князев. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В культурно-спортивном комплексе Уник состоялся День первокурсника. Как вести себя во время пандемии сегодня и чего уже точно не стоит опасаться? 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Прошло более полугода, но случаи заболеваний не прекратились. Как себя вести в нынешних условиях и чего уже не стоит опасаться? Смотрите в нашем следующем сюжете. Коронавирусная инфекция продолжает ходить по планете, и у людей возникает масса вопросов. Что делать, если ты заразился? Какие вакцины уже есть на сегодняшний день? И не появились ли новые, еще более опасные вирусы? А самое главное, будет ли вторая волна заболеваемости? То, что сейчас идет подъем заболеваемости, это очень серьезно. Нужно внимательно прислушиваться к рекомендациям Минздрава. По сути своей, сейчас больных людей гораздо больше, чем весной, когда первые ограничительные меры вводились. Не забывайте носить маски, чаще мыть руки, а также старайтесь не прикасаться ими к лицу. Избегайте больших скоплений людей и повремените с путешествиями в другие страны. Но если все же заражение произошло, не стоит впадать в панику. К счастью, система здравоохранения уже адаптировалась к этому заболеванию. Врачи уже получили очень большой опыт в лечении коронавирусной инфекции. Определили, какие протоколы лечения наиболее эффективны в каждом конкретном случае. И сейчас процент смертности снизился от этого заболевания. В то же время, многие люди переносят заболевание в легкой форме. И симптомы коронавируса практически не наблюдаются. Либо же их переписывают к обычной простуде. Поэтому очень важно сейчас, как и всегда, если у тебя есть заболевания, простудные симптомы ОРВИ, то обязательно самоизолироваться, обратиться к врачам. Ни в коем случае не ходить на работу, не заражать окружающих, пока врачи не поставят точный диагноз. Более подробно о том, что еще волнует людей в период пандемии, можно узнать в передаче «Смотрите, кто пришел», которую покажут на телеканале «Универтовая» 9 октября в 20.00. Диана Шленкова, Ленар Дультиаров, Универ Ньюс. 7 октября состоялось открытие фестиваля «День первокурсника 2020». Какие номера представили участники и что было нового в этом году, расскажет наш корреспондент. 7 октября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось открытие фестиваля «День первокурсника 2020». Свои номера представили студенты Института фундаментальной медицины и биологии и Института геологии и нефтегазовых технологий. Сегодня на нашей сцене будут выступать такие коллективы, как «Инсигни» со своим танцевальным номером, «Джоин». Это творческий коллектив, стендап будет, художественные слова, двое, две девочки будут выступать с стихотворением и «Шеллоу», два вокалиста. В этом году из-за пандемии фестиваль проходит в довольно необычном формате. Между выступлениями Институтов Казанского университета предусмотрен час для проветривания концертного зала и его обработки дезинфицирующими средствами, а количество человек в зале не превышает 50. Кристина Надершина, Ленардо Вильтьяров, Универ Ньюз. Экология в 21 веке переживает не самые лучшие времена. Времена индустриализации и развития промышленности, к сожалению, создают неблагоприятную среду для живых организмов. Так, совсем недавно на Камчатке произошла экологическая катастрофа. Смотрим. 2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросилось тысячи мертвых морских организмов. Эту ситуацию можно назвать экологической катастрофой. В чем она сейчас выразилась? В том, что произошло растворение загрязняющих веществ. В том, что в первую очередь произошло оседание на дно. То есть это называется аккумуляция загрязняющих веществ на дне. Здесь найдет аккумуляция в влах и в телах гидробионтов. Произошла, естественно, массовая гибель гидробионтов. И наверняка там, когда будут смотреть, обнаружится, что в телах тоже имеются вот эти концентрации. Местные жители отмечали, что помимо погибших животных вода изменилась в цвете. У людей наблюдалось раздражение на коже и опухоли глаз. Причина этого загрязнения еще устанавливается. Называется три версии. Техногенная природная сейсмическая активность. Отмечаются превышения на уровне 2-3 КДК, причем в придомных слоях. Скорее говорят о том, что это техногенные. Результат техногенного воздействия. То есть какая-то была авария. Скорее всего, разлив веществ, содержащих в себе нефтепродукты и фенолы. И возможно, что было еще загрязнение ядохимикатами. В данном этапе развития промышленности человек бессилен исправить сложившуюся ситуацию. Однако океан сам способен излечить себя. Что с этим можно сделать? А вы знаете, самое смешное – ничего. Потому что настолько огромная водная толща, настолько огромная площадь, которая оказалась затронута, что, по сути, тут мало что можно сделать. Со временем появятся здесь бентосные организмы, переработают эти все остатки. В катастрофах они должны быть обязательны. Идея переселиться на Марс уже не кажется фантастикой. Когда-то эта планета была очень похожа на Землю. Считается, что она вполне подходит для заселения человеком. Не так давно ученые обнаружили на Красной планете самый ценный ресурс и возможный источник жизни. 2018 год. По всему миру СМИ обсуждают удивительную новость. Ученые впервые нашли признаки существования жидкой воды на Марсе. Озеро шириной в 20 километров находится под ледяным слоем на южном полюсе планеты. Результат многолетних исследований Марса аппаратом Марсис был получен методом радиозондирования. С помощью направляемых глубь планеты радиоволн ученые могут получать информацию о составе и строении Марса. Но пока что физически добраться до этой воды невозможно. И вот спустя два года, в 2020-м, все тот же Марсис, установленный на орбитальной станции Марс-экспресс, на том же месте обнаруживают на глубине примерно полутора километров уже целую систему озер с жидкой водой, состоящую из четырех водоемов, площадью в 75 тысяч квадратных километров. А это почти что Чехия. Очевидно, что эта вода существовала много миллиардов лет назад. Порядка там 3-4 миллиардов лет назад. Ее было очень много, так же, как и на Земле. Марс был активен геологически, то есть расслеживали различные геологические процессы, поднятия, опускания, извержения. На Марс, так же, как и на Луну и на Землю, падает большое количество метеоритов, астероидов, различных небесных тел. Они и увеличивают грунт на поверхности Марса. И поэтому вода, которая была в расщельнях, накрывает падающих метеоритов, комет, астероидов разного размера и разного вида. Вот причина, почему вода могла оказаться на глубине порядка километра полтора. Ученые предполагают, что вода в этих озерах очень соленая. Не будь она таковой, она бы просто не смогла существовать в жидком виде ни в глубинах, ни на поверхности Марса. Обуславливается это тем, что атмосфера планеты очень разряженная, и температура там значительно ниже точки замерзания. Субтитры создавал Дима. Так есть ли жизнь на Марсе? Это поможет узнать более подробное исследование забором проб обнаруженной воды. Нет проблем, нужно пробовать скважину, как на земле, в большой колодец, соответственно, вниз. Насколько мы знаем, что на земле можно пробовать скважину на глубину 19 километров. В Соединенных Штатах Америки есть попытка в районе 30-го года, там, МАСК, например, АЛЛАНСК, там, строить такие планы, послать миссию с участием человека на МАСК. И тогда постепенно, конечно, не так быстро, удастся обжиться там, создать экосистему, способную поддерживать жизнь человека, и проводить геологическое освоение Марса, в частности, бурение, и более подробное, тщательное исследование. Несмотря на то, что вода, обнаруженная в глубинах Марса, очень соленая, она остается тем же соединением водорода и кислорода, которым когда-то на Земле зародилась жизнь. А вот получится ли найти ее на Марсе, узнаем уже в самом ближайшем будущем. На этом все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова